Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. И сегодня у нас достаточно важная тема. Как торговать альты к биткоину? Вы, наверное, много раз слышали от меня и, может быть, еще от кого-то про торговлю альтов к биткоину. Вот мы с вами смотрим на график доминации BTC. Знаменитый график, который многие блогеры вам показывают. Что он означает? Он означает, доминирует ли BTC на рынке в случае, если он идет наверх, то есть биткоин. Или доминирует альткоин, если этот график идет вниз, как вот здесь. То есть в альткоинах, грубо говоря, больше денег, когда он идет вниз. И в биткоине больше денег, когда он идет наверх. Вот. Как этим пользуются? И почему вообще? Зачем торговать альты к биткоину? Давайте я расскажу. Хотя я уже несколько раз рассказывал в стримах, но это видео будет именно про это. Именно посвящено этой теме, чтобы раз и навсегда расставить все точки над «и». Потому что очень много мне писали в личку. Я вот лично вчера только нескольким людям ответил одно и то же. Поэтому теханализ давайте оставим на потом. Хотя что тут скажешь? Можно сразу сказать, доминация BTC выглядит так, что альткоины к биткоину сейчас выглядят плоховато. У нас тут есть дивер. Посмотрите, у нас вот здесь вот есть бычий дивер на маркетцифере. Да? То есть у нас понижающиеся минимумы и повышающиеся здесь. То есть говорит нам о том, что мы в отскоке. И мы уже видим этот отскок. Насколько он будет сильный, я не знаю. Может быть он будет и вот такой сильный, что размажет сейчас ваши альты к биткоину. Но потом я лично жду продолжения альтсезона вниз, потому что глобально сетка EMA Ribbon медвежья. То есть медвежья против биткоина. То есть говорит о том, что биткоин теряет доминацию, потому что мы падаем. И если вы уберете свечи, посмотрите только на сетку EMA Ribbon на недельном таймфрейме, она вам даст ясную картину, что мы в медвежьем тренде, так как красная линия сверху, и мы идем вниз. Так же, как шли и здесь. И сейчас у нас просто небольшое замедление, типа как было вот здесь, после чего продолжилось падение. Так что я жду, в принципе, этот сценарий. Но дисклеймер, конечно же, не финансовый совет. Я просто чувак из интернета, могу и ошибаться. Вот такой вот вам небольшой теханализ по доминации биткоина на текущий момент. И сейчас мы начнем уже более фундаментальную вещь, как вообще торговать альты к биткоину, и самое главное, зачем. Но перед этим я хочу сделать одну небольшую оговорочку. Очень-очень странно то, что похожим образом себя ведут. Посмотрите, график доминации биткоина, то есть вроде бы график битка, который должен отскочить, и при этом график старых альтов, которые мы с вами на нашем канале накапливаем. Тот же Dash BTC, посмотрите. Он тоже выглядит так же, как доминация биткоина, хотя должен выглядеть наоборот, согласитесь. То есть вот график доминации, он означает что? Что альткоины должны были все вот это время стрелять к биткоину, а здесь начинать дампить. Но мы видим по графику стариков того же Dash BTC, смотрите, очень схожую формацию. И Light, вы если откроете, и биткэш, и многие, они как бы выглядят тоже как разворотная история. Правда, единственное, что да. Несмотря на то, что здесь есть куча покупателя, как мы видим на TRDR I.O., может быть еще случится финальный пролив перед ростом. Сквиз уже, как говорится, всех и вся. Поэтому не знаю, но интересное наблюдение я нашел, на мой взгляд, что вот очень похоже выглядит и доминация BTC, и при этом альты. То есть, грубо говоря, выглядит наоборот, не так, как должно. Но почему это происходит, я надеюсь, вы догадываетесь. Потому что есть много перекупленных альтов, всяких Solan, Axe, Dodger и прочих, которые уже дали сотни тысяч иксов. Поэтому мы и видим, вот этот альтсезон, он, грубо говоря, не в старых альтах. То есть, всякие лайткоины, Zcash, Stellar, Ripple и так далее, они все к этому не относятся. То есть, я думаю, что сейчас в какой-то момент, когда начнут жестко дампить всякие перекупленные альты, и они уйдут в медвежий рынок, доминация BTC может при этом лететь наверх, как вы понимаете. Потому что капитализация, скажем, той же Solana, капитализация Solana 47, почти 50 миллиардов долларов. А капитализация того же Dasha 2 миллиарда долларов, понимаете. То есть, грубо говоря, что Solana могут слить на 90%, и это повлияет на график доминации. А Dash могут запампить, я не знаю, в 10 раз, и это, в принципе, сильно даже не повлияет на график доминации. Потому что у него мизерная капитализация, тем более у Zcash и всего остального. Поэтому вот такое вот наблюдение. И теперь давайте переходим к научно-технической части. Как же все-таки и зачем, самое главное, торговать альты к биткоину? И какой с этого профит? Значит, самая распространенная ошибка. Когда мне пишут, вот, я хочу торговать альты к биткоину. Допустим, Dash к биткоину сейчас или Litecoin к биткоину. Что я должен? Пойти купить биткоин, сначала пишет мне человек, и потом купить на него альткоин. Но это бред сивой кобылы, ребят. Потому что у вас и так уже, ну как бы, нафига вам конвертировать. Вы тогда можете купить биток, потом на него рубль, потом гривну, потом фунт, потом, я не знаю, Ripple, потом Dogecoin, потом еще что-то. И потерять 10 раз на комиссиях. Это полный бред. Альткоины к биткоину это не так. Это, во-первых, про маржу, про margin trading. Это раз. Потому что, если вы торгуете на споте, вам не важно, за что вы купите альты. Да, график альтов может выглядеть сейчас более привлекателен к биткоину, чем к доллару. Ну, да, допустим, тот же Litecoin к доллару, если вы посмотрите на недельном таймфрейме, то он уже переписывал свой all-time high, скажем так, да. И, в принципе, сейчас, возможно, тоже его перепишет. Возможно, пойдет на его ретест и перепишет его еще лучше. Но он уже, грубо говоря, не на низах, да. Litecoin к доллару, вот были низы по 25 долларов. Но если вы посмотрите Litecoin к биткоину, то он все еще на низах. На абсолютнейших низах. Почему это? Это же не разные графики, это не разные цены. Это потому, что биткоин очень сильно рос в это время. Все, биткоин вырос гораздо сильнее Litecoin. И это о чем нам говорит, что биткоин в какой-то момент либо замедлит свой рост, либо просто вырастет там не в 10 раз, например, а в 2. А Litecoin в этот момент может вырасти в 10 раз. К доллару, соответственно, в 5 раз к биткоину. Понимаете, то есть к доллару, грубо говоря, будут большие возвраты. Допустим, Litecoin сейчас улетит на 1500 долларов. Это будет в 10 раз к биткоину. Кстати, вполне реалистичный прогноз. К доллару, простите. Это будет в 10 раз к доллару. Значит, соответственно, а биткоин вырастет в 2 раза, допустим, на 120 тысяч долларов. Таким образом, Litecoin к биткоину вырастет всего в 5 раз. То есть примерно откуда, где мы сейчас, 300 тысяч сатоши на 1,5 миллиона сатоши. Вот что произойдет. Вот досюда он дорастет. Но, тем не менее, это будет более безопасный, что ли, как сказать, трейд, чем к доллару. Хоть у него будет и меньше иксов. Потому что, во-первых, он уже на дне, и волатильность у него меньше. То есть, понимаете, если и биток, и если вся крипта ходит к доллару вниз-вверх, то альт к биткоину ходит меньше. У него волатильность меньше. Потому что, ну, грубо говоря, смотрите, биток пошел вверх на 30%, а альты на 15%. Значит, альты на 15% просели к биткоину. Но зато биток и вниз пошел на 30%, а альты там на 15%. Значит, они уже выросли к биткоину, понимаете? Часто бывает такое, что альты начинают расти к биткоину тогда, когда все падает к доллару. И вы хеджируетесь таким образом от риска потерять на краткосрочной волатильности к доллару. Короче, я все усложняю, но в двух словах такая тема. Альты к биткоину вы можете на споте без плеч, если торговать, вообще очень просто. Вы покупаете их за что угодно, этот лайт. Вы можете, если у вас есть биткоины, вообще вопросов нет. Покупаете альт за биткоин. Если у вас нет биткоинов, если есть доллары или рубли или гривны, покупаете их за рубли и гривны. Какая разница? Вы все равно купите столько же альткоинов, если вы переведете в битки. Так что это распространено на ошибку, не надо делать. А дальше вы просто считаете сумму своих альтов в биткоинах. Вот где начинается торговля альтов к биткоину. Ведь по сути, смотрите, вот, допустим, мой маржинальный кошелек на моем счете сейчас. Вот у меня куча альткоинов здесь набрано. Куча альткоинов всяких. И вот их сумма. Вот их сумма в биткоине. У всех, у вашего альткоин-портфолио есть сумма в биткоине. Вот что такое торговля к биткоину. Вы можете считать свои альткоины к доллару, то есть в долларах сколько они стоят. А можете считать, сколько они стоят в биткоине. Вот где начинается торговля к биткоину. Вы начинаете понимать, ага, у меня сейчас там меньше одного биткоина. А когда, например, иксанет портфель, у вас будет больше одного биткоина. И дальше самое интересное, что вы считаете профит в биткоинах и продаете за биткоины, тогда, когда вы закрываете сделку, вы продаете и получаете больше биткоина. То есть смысл торговли альткоинов к биткоину только один – сделать больше биткоина. И когда вы видите, что биткоин растет, вы видите, что биткоин находится в постоянно восходящем растущем аптренде. Если вы посмотрите на биткоин глобально, то трудно не согласиться с тем, что мы в бычьем рынке. Кстати, привет всем хейтерам, кто вот здесь, когда мы падали с 64 на 29, все орали, что гринни сумасшедший, это медвежий рынок, он не видит вот здесь, тоже орали, что двойная вершина. И посмотрите, что мы сейчас делаем. Мы переписываем all-time high. И вот-вот уже его перепишем и пойдем дальше. Поэтому тут глобально только слепой не видит, что мы в бычьем рынке. Соответственно, цель ваша делать не больше долларов, а больше биткоинов, согласитесь. Даже если, окей, у нас бывают медвежьи рынки вот такие. Но даже в эти медвежьи рынки у вас цель накапливать больше биткоина, понимаете, потому что он потом взлетает. Если вы, конечно, не тотальный медведь, но если вы такой, то вас, скорее всего, вынесут. Потому что в долгу биткоин вырастает, понимаете. А те, кто работает на USDT счету, то есть у вас в USDT вы все считаете, у тех в итоге депозит тает, так же, как и в фиатных деньгах. Потому что, понимаете, один чувак сказал, я понял, почему вы торгуете в крипте или на инверсных контрактах в марже, когда мы торгуем. Вот как на Bybit, допустим, инверсные контракты. Вот у меня профит считается в эфире, профит в битке, профит в рипле сразу. И это удобно, потому что я накапливаю на растущем рынке больше рипла. А в USDT марже, в линейной, у меня, наоборот, профит считается в долларах. И это, конечно, круто, удобно. Вы видите, сколько долларов вы можете там снять. Но потом, понимаете, что происходит? Через время, допустим, вы в долларовом счете закрыли профит, там, не знаю, несколько тысяч долларов. Эфир к тому в то время стоил там 700 баксов или 1000 долларов. Вы закрыли профит, эфир улетел на 3000 баксов. И вы на свои 3000 баксов уже можете купить не 3 эфира, как вот здесь, а один всего, понимаете? Поэтому какой смысл держать эти доллары? Даже когда вы позу закрываете, вы на самом деле теряете в долгу. В краткосроке, да, перед падением, конечно, я соглашусь, что имеет смысл. И вообще, я криптомаксималист, криптоанархист и криптоэнтузиаст. Кладнокровная, более расчетливая диверсификационная стратегия – это держать 50-50. Половину в долларе, половину в крипте. Таким образом, вы всегда будете в плюсе, потому что если все сильно упало, у вас есть чем докупить. Если сильно выросло, у вас есть что продать. Вот, это, конечно, более сдержанное. Меньше профит будет, но стабильнее. Может быть и больше будет профит, на самом деле, если все упадет. Но, почему я не торгую 50-50, и почему я позволяю себе быть иногда даже на 100% в крипте? Ну, на 90, допустим. 90% в крипте я могу быть и 10% в стейблкоинах. И то эти там 10-20%, чтобы на закупку, даже если у меня 80 на 20. Ну, короче. Почему? Объясняю. Потому что, смотрите, есть кредитные плечи. И торговля альткоином к биткоину – это дисклеймер, конечно, маржинальная торговля опасна. Но торговля альткоинов к биткоину в основном подразумевает собой торговлю с кредитным плечом. Я никого не призываю торговать с плечом, особенно с большим. Я торгую с маленьким плечом, со вторым, максимум с третьим. И, собственно, как это делать? Смотрите, во-первых, тут сразу уже появляется смысл в торговле альтов к биткоину, потому что, когда вы торгуете с плечом, вы по-любому занимаете средства. Допустим, смотрите, вот у меня сейчас на моем кошельке заемных средств в два раза больше. Это третье плечо. Дисклеймер – это достаточно опасно. То есть, что я делаю? Я имею вот такую сумму на счету 0.86, я одалживаю еще 1.58, и общая сумма средств, которые я удерживаю, 2.5 получается. Понимаете? Считаем в биткоинах сейчас. Сейчас учимся считать в биткоинах, разминаем мозг. В долларах, грубо говоря, у меня полтос. Я одалживаю еще сотку и удерживаю позицию на 150 уже. Это третье плечо. Но у меня здесь набрано и к биткоину, и к доллару. Вот видите, у меня две красные, это два долга. И фишка в чем? Когда ты торгуешь к биткоину и к доллару тоже. На марже, когда ты торгуешь плечом, ты всегда занимаешь у биржи. Занимаешь у биржи или у тех, кто сдает в стейкинг, в лендинг, в сейвинг под небольшой процент. Ты всегда одалживаешь долг. Это, собственно, и есть плечо, которое ты должен обязательно вернуть. Плюс на него капает процент. Это надо понимать. И что вы должны делать? Если вы одалживаете в бирже средства, то вы обязательно должны их вернуть. Обязательно должны их вернуть, когда закроете позу. Чем хорошо торговать к биткоину? Да, и сразу хочу сказать, что пока, к сожалению, еще этой опции нет. Не на бирже Bybit, не на бирже Femex, на наших любимых биржах. Там торги идут только к доллару. И чтобы торговать альты к биткоину с маржой, вам нужен Binance. И этого нет на Binance фьючерсах. На фьючерсах здесь тоже только к доллару все пары. Вот эти. Если вы хотите торговать с плечом альты к биткоину, вам подходит Binance раздел Margin Trading. Он находится вот здесь, во вкладке Trade Margin. Это, собственно, обычный как бы спот. Но тут есть Cross 3x и изолированная 10. Вот больше третьего вообще не рекомендую, поэтому я торгую в Cross. То есть это Cross обеспечение всех активов. Ты кладешь на этот кошелек любые монеты. Он тебе все это пересчитывает в доллары и в битки, как твое equity. И дает занять в два раза больше. Зачем это делается? Чтобы увеличить потенциальную прибыль, но также, естественно, и увеличиваются риски. Вы понимаете, да? То есть если вы с третьим плечом берете сейчас, допустим, Dash Bitcoin, то стоит ему упасть еще на 30%, то есть на 200 тысяч сатоши примерно, вас ликвидируют. Ваш счет полностью смоет, потому что вы набрали в три раза больше, чем у вас есть. Соответственно, рынок прошел против вас. Вы потеряли все. Потому что ваши средства используются в первую очередь для покрытия убытков, чтобы вы не остались должны. Но зато если он вырос на 30%, то есть вот отскочил, грубо говоря, на 400 тысяч сатоши, вы уже заработали 100%. А если он вырос, ребята, как мы ждем от него сейчас, на 1000%, да, отскочил тоже так неплохо, то вы заработали 3000%, понимаете, да? Соотношение риск-награда. Возможность заработать 3000% против того, чтобы потерять 100%. Хороший такой, да, вариант. Даже если вас один раз смыло, второй, то на третий раз все равно вы в хорошем плюсе. Дисклеймер, ребята, это вообще то, что я говорю. Только для опытных, как говорится, хомикадзе. Вот, собственно, что? Вы занимаете биток. Теперь очень важный момент. Когда вы торгуете, в принципе, с плечом, плечо – это то, что вы занимаете. Другими словами, это та валюта, которую вы шортите. То есть я сейчас, по сути, лонгую все вот это дерьмо, альткоины все вот эти, и шорчу, получается, в равной пропорции тезер и биткоин. Вот, видите, у меня здесь по 0,8 того и того. То есть я шорчу эти валюты к этим валютам. То есть, грубо говоря, вы когда занимаете валюту, вы по-любому ее шортите, потому что вы хотите на этом навариться. Вы хотите ее вернуть, заработав на ней больше. То есть что происходит? Вы занимаете вот эти монеты и сразу же на них покупаете. Вы ни в коем случае, когда торгуете альты с плечом, к биткоину или к доллару, не занимаете сами эти монеты. Потому что, смотрите, если я хочу, например, взять Dash Long, то я не занимаю у биржи Dash. Потому что если я займу у биржи Dash, и он вырастет на 20 тысяч долларов, я все равно должен буду бирже отдавать Dash. И я ничего не заработаю на его росте, понимаете? Я занимаю всегда ту валюту, против которой ставлю. То есть если я хочу купить Dash, например, 250 Dash, то я занимаю у биржи 0.8 битка, покупаю 250 Dash, а когда он выстреливает, это превращается в 2, в 3 или в 5 битков. Я отдаю бирже долг 0.8 битка и оставляю себе, сколько мне нужно Dash. Либо перевожу все в биток, в тезер и так далее. Так что расчет такой сухой. Грубо говоря, вы на свои 0.86 можете удерживать позицию в 2.5. И когда эти альткоины сделают хотя бы x2, у вас тут будет 5. Вы отдаете долг 1.5, и у вас остается 3.5 вместо 1. Вот такой расчет. Поэтому очень важно всегда понимать, что вы шортите ту валюту, которую одалживаете по-любому. Даже если вы что-то лонгуете, вы обязательно шортите то, против чего вы лонгуете. Так всегда. И на фьючах тоже. Если вы вот сейчас, например, лонгуете Dash на фьючах, то вы шортите тезер к нему, понимаете? Это же логично. Но это первая часть. Я надеюсь, понятно объяснил альты к биткоину. Зачем торговать и так далее. То есть еще раз, в сухом остатке. Если вы торгуете на споте, вообще забейте, берите на что угодно. Вот на что у вас есть, берете Dash и держите. Но дальше считаете Dash не только в долларах, но и в биткоинах сколько стоит. В биткоинах вы меньше заработаете на пампе Dash, потому что биткоин на месте не будет стоять. Он тоже будет расти. Но зато вы сделаете больше биткоина себе. Вот и все. Теперь еще более изощренный вариант, уже совсем для поехавших. Это торговля альткоинами к альткоину. Торговля альтами к альтам. Я сегодня в нашем телеграме, на который обязательно должны подписаться, если вы еще этого не сделали. Я сделал пост. Неплохая сделка. Поменять один фейковый эфир на 72 настоящих. Я, собственно, это и сделал. Я сегодня поменял один эфир на 72 эфир классик на Binance. На 71 с половиной. Что это такое? Да это торговля альткоинов к альткоинам. Вот. И хочу еще заметить, что кто хочет торговать альты к биткоину, из тех бирж, что у нас представлены, это можно делать на Binance, как я показал. На Ascendex можно это делать. На PrimeXBT. Ну и на Polonix тоже это можно делать, кстати. Грубо говоря, на Bybit и Femix мы ждем, когда они это добавят. Это даже на BitMix было, во фьючах. Вот. И очень странно, что этого нет до сих пор на Bybit и Femix. Хотя это реально очень крутые биржи. Ну вот. Но теперь высший пилотаж. Высший пилотаж – это уже торговля альтов к альтам. То есть вот вы можете торговать, допустим, к эфиру на Binance. Вот он BTC Market, да? На Binance. Вот он альты к биткоину. Все, что есть в кроссе, в плече. А вот рынок к эфиру. Здесь, собственно, что я сделал, я поменял эфир на эфир классик. Ну тупо на споте поменял. Вот в паре ETC эфир. Потому что посмотрите, какой у него интересный бычий импульс. Отбросив сегодня теханализ, вы понимаете, да, что я вам сейчас рассказываю? Больше техническое руководство к действию. Ну давайте краткий теханализ эфир классик к эфиру. Ну посмотрите, какая красота. Эфир классик к эфиру выглядит типа как трон к биткоину. Да, все, кто спрашивает, что с троном, с атомом, все прекрасно. Я, например, их донакапливаю. Очень хорошее время сейчас для накопления. Вот, эфир классик к эфиру выглядит очень хорошо. И не забывайте, что такое вообще эфир классик. Это true эфир. Короче, я сегодня поменял один эфир на 70 с чем-то эфиров. Про эфир классик, кто не в курсе, посмотрите обязательно видос, который сейчас появится. Недавно серф я перевел на нашем втором канале. И дальше, что я сделал? Дальше я запустил ветвь дискуссии. Вот тут 132 комментария. Кто-то пишет, ничего не понял. Кто-то пишет, эфир классик, это фуфло, это не настоящий эфир. Хотя разберитесь, поймите, что это настоящий. И у нас тут началась дискуссия, что вот эфир, типа, настоящий блокчейн, тот, который использует большинство. Эфир типа true, а эфир классик это ненужный аппендикс. Но не, ребята, слушайте, я хочу сказать из личного экспириенса. Я вчера на вашем true эфире, на настоящем, спалил где-то 0.03 эфира на комиссии. На транзакции, которые даже не обработались. Просто, чтобы вы понимали. Комиссию мне не вернули вот эту. Смотрите, 50 баксов, 0.13 эфира. Это просто безумие. Вторая транзакция, 23 бакса, 0.006 эфира. То же самое, out of gas. Прикиньте, и только с третьего раза у меня получилось отправить эти гребаные токены. То есть я в общей сложности спалил где-то, наверное, 0.03 эфира на эту фигню. Просто дичь, ребята. И после этого я в телеге пишу, что вы в курсе, что можно в MetaMask добавить сеть эфир классик. И как мы знаем, эфир классик это неизменный блокчейн, первоначальный блокчейн эфира, Proof of Work, никаких обновлений, Proof of Stake на него не планируется. И на нем очень дешевые комиссии. И вы в курсе, что сектор DeFi прямо сейчас готовит масштабный запуск децентрализованных приложений на эфир классике. И я нашел, как добавить сеть эфир классик. Вот эта ссылочка, оставлю в описании. Кому интересно, как добавить сеть эфир классик в свой MetaMask? Я это сделал, прошел по инструкциям. Как и Binance Smart Chain вы добавляли в свой MetaMask тоже. Кстати, кто не видел этот видеоурок, сейчас он появится сверху. Обязательно посмотрите, как пользуется мета маск и добавлять другие сети. Я зашел, добавил сюда сеть эфириум классик. И вуаля! Вот мои 5 эфир классиков здесь для тестовых операций. И также я нашел страничку на сайте эфириум классик их децентрализованных приложений и протоколов. Вот они все работают. И NFT-шки, и TC-панки, и разные всякие игры и прочее, прочее. Поэтому, ребята, эфир классик это просто бомба. На нем все есть, все работает и низкие комиссии. Так что, если вы реально true, шифропанк и анархист, и криптоходлер и энтузиаст, поставьте себе сеть эфириум классик в MetaMask. Очень прикольный экспириенс. Начнем с вами вместе взаимодействовать там через какие-то дапсы. Вот. Так что торговля альтов к альтам, это уже, конечно, высший пилотаж. Торговля альтов к эфиру. Ну, вы же все, кстати, знаете это. Вы торгуете на Binance Smart Chain или на Uniswap к эфиру или к BNB вы торгуете щитки. Поэтому все тут понятно. Усвоили, я надеюсь, вы из этого урока, что когда вы торгуете с плечом, вы всегда что-то занимаете. Да, вот в моем случае я занял здесь и биткоин, и доллар. Вот. Плюс, соответственно, тоже в кроссе. Чем удобно, что плюс вам считают и в биткоине, и в долларе. Как и минус, соответственно. И цену ликвидации тоже вам показывают в биткоинах. Вот у меня по дашу она сейчас на уровне 40 тысяч сатоши. Вот. Какие-то такие дела, ребята. Я думаю, что будут еще обязательно обучающие материалы по этому поводу. Напишите в комментариях, поняли ли вы что-то, не поняли, интересно это, неинтересно, знали, не знали. О чем еще вам рассказать? О каких штуках? Ну и напоследок вам скажу, что график Dash Ether выглядит еще лучше, чем график Ether Classic Ether. Посмотрите, Dash Ether выглядит, ну в смысле, выглядит просто ужасно, правда? Посмотрите. Нисходящий канал, но можно даже сказать, что это падающий клин. И мы все с вами знаем, куда пробиваются такие паттерны. Поэтому, ребятушки, не финансовый совет, дисклеймер. Торгуйте к чему хотите, хоть к доллару, хоть к тубрику. Вот. Лишь бы вы были в профите. Вам я желаю. Торгуйте аккуратно, с холодной головой. Ну, а с вами был Грини, это канал Crypto Commons. Ставьте лайки, стопы и тейки. Всем профитролей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok